Российские военные насильно вывезли с временно захваченных территорий Украины в Россию более полумиллиона украинцев, не менее 121 тысячи из которых дети. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях на линии Мангуш, Никольская, Ялта и около 5-7 тысяч в безыменном Донецкой области. Вывезенных граждан Украины отправляют в депрессивные регионы России и выдают документы, запрещающие покидать регионы в течение двух лет, сказал Кислица. При этом, по данным Уполномоченной по правам человека, при Верховной Раде Людмила Денисовой в Россию насильно вывезли 878 тысяч человек, 164 тысячи из которых дети. Про эти цифры мы прямо сейчас поговорим с одной Людмилой Денисовой. Уполномоченная Верховной Раде Украины по правам человека сейчас присоединяется к нашему эфиру. Людмила Леонтьевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот три дня назад вы заявили, что в Россию вывезено 878 тысяч человек, 164 тысячи дети. Почему Кислица называют другие данные? И вообще я хотел вас спросить вообще про методику подсчета. Как эти цифры удалось вам установить? Ну смотрите, цифры же каждый день меняются. Эти цифры публикует сама Российская Федерация, такой генерал Мезенцев, тот еще преступник. И вот на вчерашнее утро он опубликовал данные, которые состоят из следующего, что Российской Федерации вывезено на территорию России 915 тысяч наших граждан, из которых 170 тысяч детей. То есть они публикуют данные, каждый день они публикуют данные про то, сколько за сутки вывезли. И за сутки они вывозят либо 15, либо 20 тысяч, либо 26 тысяч в один раз было. Поэтому эти данные публикует Россия, эти данные подтверждает иногда в своих социальных сетях и в телеграм-канале Москалькова. И также эти данные подтверждает управление Верховного комиссара по правам беженцев ООН. Как они подсчитывают? Они подсчитывают, понятно, они считают автобусами наших граждан. То есть наши граждане сначала попадают в фильтрационные лагеря, которые находятся на территории оккупированных Донецкой и Луганской. Вот вы уже назвали безымянные. Есть еще 4 фильтрационных лагеря, в которых находится на данный час больше 30 тысяч. Наши граждане проходят так называемую фильтрацию на предмет, как ты относишься к российской операции России на территории Украины. И если проверку граждане наши не проходят, то их отправляют, как ни хороших элементов, дальше в Донецк, до Кучаевской. Там мы уже не знаем их судьбу. Что касается в России граждан наших, то мы имеем сведения от волонтеров, которые российские граждане, и от самих граждан. Например, вчера нам поступил звонок о том, что в Чебоксарах, на 30 километрах от города, находится тысяча наших граждан. И они очень хотят выехать. Или в такой санаторий Алые паруса, Шумиково село, республика Чувашия. Тысяча граждан из Мариуполя вывезены, Российской Федерации. Они хотят ехать домой в Украину, ну или хотя бы, чтобы выехать в Европейский Союз, для того, чтобы не находиться в Российской Федерации, непонятно в каких условиях и непонятно почему. Также есть лагерь в Леонидовке, Пенсинской области. Также есть город Тихвин, Ленинградской области. Также есть во Владимире, один какой-то благотворительный фонд Российской Федерации во Владимире, привезли группу украинских подростков 14-15 лет из Донецкой и Луганской областей. Есть наши граждане, которые находятся, например, в больницах, и нам тоже оттуда звонят, что у них есть либо случился инсульт, либо они определили у них гепатит С, как им выехать. То есть эти данные подтверждаются самими гражданами, которые нам звонят или на телефон горячей линии, которая у нас работает круглосуточно и без какой-либо оплаты. Либо пишут мне, либо мы получаем письма. Людмила Леонидовна, а вот вам эти цифры, которые дает Россия, во-первых, не кажутся ли они завышенными, учитывая то, что делает российская пропаганда, ну, в общем, для того, чтобы показать та пропаганда, которая есть в России, она внутри рассказывает о том, как мы помогаем братскому народу. Вот вам не кажется, что эти цифры замышлены по этой причине? Ну, смотрите, они могут быть завышенными, но я вчера общалась с представителями управления Верховного комиссара по правам беженцев, Организации Объединенных Наций. Они подтверждают не менее 550 тысяч. То есть мы можем, у них же там есть представитель, который работает в Российской Федерации, который сам объехал несколько областей и установил нахождение там наших граждан. И они оказывают помощь сейчас нашим гражданам там. Потом, ну, те граждане, которые, Российской Федерации, которые нам оказывают содействие о том, чтобы мы вывезли наши граждан, например, через Нарву в Эстонию, мы же видим конкретные фамилии людей. Да, конечно, может быть их количество меньше. Но когда я знаю, имею список из 170 граждан, которых вывезли в Имал-Анининский округ и знаю адреса их нахождения, это подтверждает все, что наши граждане там есть. Да, они могут не совпадать в количестве. Но я думаю, что все-таки, поскольку мы знаем, например, что 130 тысяч граждан наших с Мариуполя было вывезено. Только с Мариуполя. А вывозят же со всех оккупированных территорий на сегодняшний день. Я задам последний вопрос вам про цифры, уточняющие. Дело в том, что вывозить людей, в том числе из Донецка, российские власти начали еще до начала войны. Вот эта эвакуация, которую они объявили за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Вот эти цифры, 915 тысяч, они включают в том числе тех людей, которые были вывезены с ранее оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей? Или это только те люди, которые были вывезены из территории, захваченных сейчас российскими военными? 18 февраля был первый вывоз с оккупированных временной территорий Украины, Российской Федерации, 90 тысяч наших граждан. Эти 90 тысяч входят в число 915 тысяч. Потому что вот как раз нам известно, что в Пензенской области, в селе Леонидовка, находятся три таких лагеря, где именно люди находятся еще, вывезены до вот такой агрессивной стадии военных действий Российской Федерации на территорию Украины. Поэтому они включены вот в эту общую численность. В каких условиях они там находятся в этих лагерях в Пензенской области, в Чувашии? Ну вы знаете, вот например по Пензенской области мы знаем, что это лагерь, в котором 10 корпусов, они ограждены там сеткой рабицей, есть контрольный пункт везда-выезда. Те граждане России, которые с ними проводили беседы, они рассказывают о том, что состояние очень такое тревожное у них. Они морально истощены, наши граждане. Они вывезены были еще в зимней одежде. У них там иногда просто какие-то тренинги, резиновая обувь и какие-то фуфайки. Дети, которые родились прямо в бомбоубежищах там, то они находились без грудного вскармливания и требовали определенного питания. И вот эти волонтеры, спасибо им, они собрали деньги, купили необходимые вещи и передали. То есть люди не понимают, что дальше с ними будет происходить. И поэтому вот мы сейчас пытаемся все-таки вместе сделать так, чтобы вывезти их в страны Европейского Союза. Вот у нас есть такой звонок, и мы вот сейчас пытаемся организовать. Это семья из Мариуполя. Мужчина, женщина и двое детей. Один ребеночек родился во время бомбардировки в подвале Мариуполя. Семья смогла выехать в Ростов-Дон. Вот это те люди, которые бежали туда сами, потому что они не могли никуда больше убежать. На Западную Украину не могли выехать. И поэтому они хотят выехать сейчас в Европейский Союз. Но у них нет документов на этого ребеночка. Они смогли взять справку в больнице Ростова-на-Дону только о том, что эта женщина недавно родила ребенка. И вот мы сейчас пытаемся им помочь выехать в Эстонию. Но украинские паспорта у этих людей, вывезенных, не забирают, по вашей информации? Были такие встречи? Забирают паспорта. Забирают? Паспорта забирают. Их забирают еще в фельдерационном лагере. То есть у них забирают паспорта. Они едут. А с какими документами они едут по России дальше? Можно ли по этой справке выехать в страны Евросоюза, например, в Латвию, в Литву и в Россию? Мы сейчас это организовываем, и у нас есть уже положительный опыт. Нам эти же волонтеры, спасибо им опять же большое, они нам кидают в список тех граждан Украины, которые хотят выехать. Мы проверяем этот список в наших миграционных службах и пограничных службах. И когда идет подтверждение, что это наши граждане, мы их передаем на пограничный пост в Нарве и нашему консулу. Люди туда приезжают, вот это была последняя семья, там семь человек, из них трое детей. Они приехали, их там встретили, проверили документы и пропустили их на территорию Эстонии. Там уже встретил наш консул, украинское общество. И они уже там дальше по своим делам стали дальше перемещаться. Людмила Леонтьевна, я хотел вас спросить про то, как эти контакты сейчас с российской стороной у вас происходят. Вот когда была история с украинскими моряками, которые провели в Лефортово, по-моему, почти год, вы тогда контактировали с Москальковой, это уполномоченный правом человека в России. Сейчас она как-то на эти процессы влияет? Вообще этот диалог сейчас возможен в условиях войны? Ну, диалог сложный, конечно. Еще в конце февраля мы разговаривали с Москальковой по телефону, но когда на то, что я сказала ей, что тут Российская Федерация убивает наших граждан, она сказала мне, что вы все врете, что вы показываете фильмы, страшные кадры из американских фильмов. Поэтому как бы трудно с человеком общаться в том плане, что ее мандат, он же гуманитарный. И нужно, наверное, все-таки призывать к окончанию каких-то военных действий, которые нарушают право на жизнь не только наши граждане, но и граждане Российской Федерации. Потому что они пришли, мы их убиваем. Это закономерно, поскольку они пришли на нашу территорию лишить наших граждан права на жизнь. И они это делают. Они просто проводят преступления геноцида и преступления против человечности. Поэтому сейчас мы пытаемся общаться какими-то письмами, но она отключила электронную почту, мы посылаем ей всеми возможными коридорами, но ответов от нее нет. Я слежу за тем, как она комментирует события в ее телеграм-канале. И потом, как она выступает на тех конференциях, на которых выступаю я. Я говорю о том, что Россию убивает, а она говорит, что мы отстреляли Краматорск. Вот таким образом, как это сотрудничество может быть. То есть человеческого диалога у вас с Москальковой никогда не было, чтобы вот просто как люди разговаривали? Какой тут может быть человеческий диалог, который поступает как генерал-майор милиции? Да, это правда. Людмила Леонтьевна, последний вопрос хотел я вам задать. Что вы можете рассказать об условиях, в которых сейчас содержат украинских военных в российском плену? Ну вы знаете, мы же проверяем и как содержат военно-пленных Российской Федерации у нас. И мы с каждым, который поступает, мы проводим интервью. И я сама лично была в месте нахождения военно-пленных Российской Федерации. И ни одной жалобы не поступило на то, что на условия содержания, на какие-то пытки или еще на что-то. Наоборот, солдаты, которых там было на тот момент 23, они говорили, что к ним украинцы относятся лучше, чем их командиры в Российской Федерации. И в тех частях, когда они служили, когда пришли на территорию Украины нас завоевывать. То, что касается наших украинцев, то после того, как мы возвращаем их сюда в порядке обмена, они рассказывают страшные вещи. Я думаю, что вы видели все 15 женщин, которые, когда мы 86 на 86 меняли, то как их всех обрили. Их раздевали до гола при отсутствии мужчин, делали разные непристойные вещи, унижали их. Как говорят по российским тюремным законам, опустили. Но опустить нас невозможно. Мы воюем на своей земле и за свою свободную Украину. Так же, как и наших военных, которые взяты были со Змеиного острова, которые послали русский корабль туда, куда пошлем всю Россию. Та воюетность, которая Россия против нас. И они говорили, что их держали в палатках просто без тепла, без питания. Они прибыли сюда с обмороженными руками и ногами, потому что было очень холодно. Минусовая температура была в том месте, где они держали. Они их не кормили. И тем самым Россия нарушила Женевскую конвенцию 1949 года по отношению к военнопленным. Военнопленные должны получать точно такое же отношение, как и военнослужащие той страны, которая взяла их в плен. Но, наверное, скорее всего, Россия и к своим солдатам относится так же, как к нашим. Поэтому тут ничего удивительного. Пытки. Известно о фактах пыток. Но вы знаете, содержание в условиях, которые не соответствуют Женевской конвенции, является пыткой. Не предоставление нормальных условий. Не предоставление соответствующего питания. Медицинской помощи. Вот позавчера мы забрали трехланина. Но не было предоставлено определенной медицинской помощи, чтобы снизить их мучения. Это тоже является пытками. А где, кстати, находится... Где Россия содержит украинских военнопленных? В какие российские города их отвозят? Ну, например, Брянск, Курск. То есть это приграничные города? Да, в этих городах находится и Крым. В этих городах находятся наши захваченные граждане. Людмила Леонтьевна, давайте, коль уж у нас есть такая возможность, давайте еще поговорим про те факты сексуального насилия, которые вы фиксировали на территории Украины, на тех территориях, которые захвачены российскими военными. Вот эти сообщения сейчас приходят только из Киевской области или, условно, на юге Украины, которые тоже находятся под оккупацией, тоже есть эти сообщения? Вы знаете, сообщения каждый день приходят все больше и больше. И наши психологи, они уже сами выснажены. Они уже сами требуют психологической помощи. Потому что те случаи, которых рассказывают и наши граждане, и это и женщины, и дети, и родители детей их изнасилованных, и мужчины, и пожилые люди. То есть российский солдат ни перед чем не останавливается, он насилует, насилует публично. Он любит насиловать публично в присутствии других граждан. И насильник, он 20-25 лет ему, он молодой. Это тот гражданин, это тот солдат, который был воспитан Путиным во время его режима, его пропагандой. И поэтому те факты изнасилования, как девочка 14 лет, изнасилована пятью солдатами и оккупантами. Теперь она беременная, это Буча. Мальчик 11 лет, изнасилованный на глазах у матери, которую привязали к стулу, чтобы смотрела. Это Буча. Женщина 20 лет, изнасилованная тремя оккупантами неестественным способом. Это Ирпень. В одном из сел Ингулецкого направления Херсонской области российские захватчики изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю ее бабушку. Одновременно, в глазах друг на друга. И эта девушка потеряла, женщина молодая потеряла ребенка. Есть изнасилования и взрослых мужчин, их избитие. Например, мужчина 45 лет, Киевская область, который не подлежал призыву, вышел за водой, был изнасилован в жестокой форме избит и брошен на дорогу. И он потом, когда звонил, сказал, что, наверное, они думали, что я умер. Мама разрешила рассказать о девочке 11 лет из Гастомеля, что ее дочь не хочет жить, потому что она считает себя виноватой. Она вышла на улицу, когда мама ей запрещала, чтобы просто нарвать цветочков для мамы, чтобы чем-то маму порадовать, когда они уже месяц сидят в этом подвале. Ее схватили мужчины, начали везде трогать, потом повалили на землю, сказали молчи, и потом она ничего не помнит. Понятно, что были разные последствия. И таких случаев много. А вот можно сказать, сколько их? Десятки, сотни. Ну, например, за две недели с 1 по 14 апреля таких было обращений 400. 400 обращений. Да, но они продолжают поступать. Мы их фиксируем. Но вот на тот момент, когда с 1 по 14 апреля мы делали предварительный отчет, это было 400. 400 обращений. Но это же звонят не все. Пишут не все. Потому что людям еще нужно прийти в себя, чтобы начать об этом говорить. И чтобы понять, что нужна эта психологическая помощь. И сейчас случаи будут увеличиваться. В разы, мы думаем. Потому что тенденция такая. Людмила Леонтьевна, я должен задать вам еще один вопрос. Мы должны, как журналисты, проверять разные сообщения, которые приходят. Были видео, на которых, предположительно, украинские военные стреляли по ногам российским пленным. Вот вы такие сообщения проверяете? И есть ли у вас информация о таких пытках со стороны украинских военных? Да, конечно. Мы проверяем все сообщения, как и правильно нужно это делать. Потому что мой мандат, как у полномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, распространяется не только на граждан Украины, а на всех граждан, которые находятся на территории нашей страны. Это и могут быть лица безгражданства, могут быть, которые ищут притулок. В том числе, это и российские граждане, поскольку они находятся на нашей территории. Да, мне было известно о такой информации, распространенной в СМИ. И мы сделали соответствующие запросы, и соответствующие расследования были проведены, но факты не нашли своего подтверждения. Если такие факты будут прийти, и они будут подтверждены, то такие люди будут наказаны в соответствии с нашим уголовным кодексом.